Позвольте приветствовать вас, участников международной конференции, приуроченной 25-летию Конституции нашей Беларуси. В этот знаковый для страны год мы рады принимать на нашей гостеприимной земле столь представительный форум, посвященный современному конституционному развитию государства. Мы высоко ценим вашу готовность делиться своим опытом в сфере конституционного правосудия. Он для нас, безусловно, интересен. Особо отмечу участие в форуме Евразийской комиссии за демократию через право, с которой на сегодняшний день мы выстраиваем достаточно конструктивное взаимодействие. Рассчитываем на продолжение международного сотрудничества в данной области. Верховенство закона в государстве, соблюдение его норм и принципов на всех уровнях политической, социальной, духовной жизни людей – признак высокоразвитого общества. Принятая в Беларуси Конституция придала мощный импульс становлению демократических институтов в стране. Ровесник основного закона, Конституционный суд, способствует укреплению нашей государственности. Важнейшая полномочия нашего Конституционного суда – принятие ежегодных посланий о состоянии Конституционной законности. Это главный нормативно-правовой акт Конституционного суда нашего, уверен и у вас в той или иной форме. И озвученные в них выводы и предложения по развитию правовой системы государства являются значимым фактором совершенствования нормотворческой и правоприменительной деятельности. То, что предлагает Конституционный суд ежегодно, озвучивается в парламенте в присутствии всех ветвей власти и подлежит неукуснительному исполнению при наличии тех или иных факторов в тот или иной момент времени. Законы – живая матерь. Они вершат судьбы людей, стран и мира. От вас всех, кто создает, совершенствует и, главное, контролирует соблюдение этих законов, зависит, насколько гармонично будет развиваться современное общество, насколько справедлив будет мир, в котором мы живем. И посмотрите, в последнее время происходит не совсем так, даже не так. И к чему-то приводит к торговым войнам, к хаосу и так далее. Когда мы, прежде всего, политики, давлеем над законом, над правовыми актами, которые признаны в мире, на межгосударственном уровне, на теми соглашениями, которые заключены и имеют силу законов тех или иных государств, происходят очень плохо. Это конфликты, это войны, но все мы убеждены, если так пойдет дальше, мы придем к новой мировой войне. Думаю, что это будет последняя война. Поэтому надо соблюдать право международное, и надо соблюдать законы внутренние. Беларусь не просто к этому готова, а призывает всегда к этому и будет всегда делать так, чтобы в мире был покой и стабильность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!